Всего две лыжные палки, удобная одежда и обувь. Вот и все, что нужно для занятий скандинавской ходьбой. Этот очень полезный вид спорта особенно подходит тем, кто любит размеренную физическую нагрузку для укрепления своего здоровья, а также тем, кто проходит восстановление и реабилитацию после болезней. И к тому же доступен почти каждому. Но чтобы занятие приносило пользу, важно ходить с правильной поставленной техникой. Именно об этих нюансах и рассказывали инструкторы на традиционном городском физкультурном празднике, посвященном Дню инвалидов. Это кажется очень легким, но на самом деле есть много нюансов, которые стоит узнать. И на самом деле это не так просто, как кажется. И поэтому я еще раз буду, наверное, миллиард раз повторять, что нужно заниматься первые хотя бы 10 раз с инструктором, потому что даже с палками, если неправильно ходить, можно себе навредить. Поэтому правильная техника очень важна. На праздник приехали члены общества и организации инвалидов со всех районов города. Занятия проходят в череде других спортивных фестивалей и праздников для людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди которых и спартакиада для взрослых и детские соревнования. Кто не умеет ходить, имеет возможность научиться, кто уже это дело в прошлом, позапрошлом году может улучшить свою технику. Вообще сегодня прекрасная погода. Мне кажется, такой снег вокруг и морозец легкий. Мы все сегодня получим удовольствие. Я думаю, что они будут все довольны. После занятия каждому участнику вручили памятный сувенир, а также угостили согревающим чаем с вкусным подарком. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.